Приветствую, друзья! Вот бывает вода прозрачная, бывает вода мутная. То же самое и с воздухом, например. Свежий воздух. То же самое бывает с сознанием, ясное сознание, помутнённое сознание. Ну, представьте себе, был у меня такой случай совершенно недавно. Когда ко мне приехал человек, ну, молодой человек, который очень интересовался йогой, занимался каратэ, занимался разными поисками. Он куда-то ездил, какие-то книги читал. Много лет этими всякими вещами занимался и очень талантливый. И при всём при этом он музыкой занимается, сам создаёт произведения, которые уже другие люди слушают и им нравятся. Да, очень интересный человек. И вот этот человек, я не называю его имени, потому что он очень слишком скромный такой. Ну, как-то он будет у меня опять в гостях, и мы вместе с ним выступим. Он тоже ответит на ваши вопросы. Потому что произошло для него, как он сказал, чрезвычайно важное событие. И в чём оно заключалось? Значит, суть такая. Ему, конечно, нужно было постичь, что такое ключ. Ну, он говорит, я там смотрю ваши ролики, я пробую, но я, говорит, понимаю, что мне это так глубоко интересно. И поэтому мне не устраивает. Вот только там, чтобы боль какой-то снизить или там тревожность понизить. Мне хочется понять глубину, что можно с этим делать. Я говорю, слушай, ну, прежде чем понимать глубину, ты просто сейчас возьми и попробуй вот эти приёмы. Я пока там читал книжку, которую он мне подарил. А он, по моим советам, там стоял в стороночке и делал вот эти упражнения. Там он сделал потрясы сначала, потом сделал левитацию рук. Она у него не получилась. Потом я ему сказал, ты руки ниже опусти, может, здесь шея давит, ты ниже опусти, найди ему удобное положение. И он нашёл, и они сразу у него пошли. Ну, и он начал покачиваться. Я говорю, ну, вот, прекрасно. А сам читаю. Он, говорит, ну, как-то он удивился, что я вот как-то одновременно читаю, одновременно с ним разговариваю. А он чего-то ждёт необычного. Я говорю, ты не жди ничего необычного. Ну, он же говорит, вы же там пишите автоматические приёмы получаются. А как-то у меня ничего автоматически не получается. Я говорю, слушай, это не то. Это ты, когда я говорю автоматически, имеется в виду рефлекторно. На автомате. Вот ты чайнику прикасаешь руку и подумаешь, вот, горячий, и отдёрнул. Вот это автоматизм, это рефлекс. Если ты так сможешь сделать осознанно, без чайника, представить себе чайник, и рука пойдёт, это и будет автоматизм. А, вот так, ну, понятно. Я думал, это должно происходить, говорит, вопреки моему желанию, вопреки моей воле. Я не хочу, оно всё равно идёт. Нет, 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 я говорю, это должно быть только так, как ты хочешь. Всё дело в том, что ты, то, что ты инстинктивно, автоматически отдёрнул руку, например, попробуй сделать это осознанно. То, что спонтанно происходило, сделай сознательно. Он говорит, ну, как-то она у меня не отдёргивается. Я говорю, слушай, давай мы оставим этот разговор, давай по-другому. Ты просто ничего необычного не жди, а поделай эти приёмы, а потом сядь и посиди. Ну, он минут пять делал. Разные приёмы перебирал. Там он плавательные сделал, дирижёра сделал. Потом, значит, шалтай-балтай он сделал упражнение. А, лыжника ещё сделал. Потом он сел и сидит. И я повернулся к нему и говорю, Николай, ну, как у тебя сейчас? Он говорит, да как-то так нормально. Я говорю, слушай, ну ты о чём думаешь сейчас? Он говорит, да вроде не о чём. Я говорю, ну как состояние-то? Он говорит, да нормальное состояние такое, естественное состояние. Я говорю, ну оно-то приятное для тебя или неприятное? Он говорит, да никакое нормальное моё состояние. Ничего такого нет. Я говорю, а вот то, что у тебя и мыслей никаких нет, ты говоришь, что и мыслей никаких нет. Ну, потому, говорит, что нормальное состояние, сижу как бы не задействован, не озабочен, такое спокойное состояние. Да, нормальное, говорю, да. Вот теперь я вам напомню, вот чистая вода, прозрачная, мы ее не замечаем. Мы видим только дно, камешки там на дне или еще чего-то. Но она-то самая чистая, мы ее не замечаем. Воздух свежий, мы им дышим, нормально, мы не замечаем. Но как только замутится воздух, мы начинаем замечать. Так вот здесь то же самое, послушайте, я ему тогда задаю вопрос. Если тебе это неудивительно, если это тебе нормально, ты, наверное, часто это чувствуешь? Он говорит, ну да. Я говорю, а последний раз, когда ты это чувствовал? Он говорит, да, как-то я не могу сразу сказать. Я говорю, ну, к примеру, ну, может быть, полчаса назад, может быть, день назад, или месяц, или год назад. Он подумал и говорит, годы полтора назад. Я говорю, ну, как же так, ты же говоришь, что состояние-то нормальное. Че, что, полтора года не чувствовал его, что ли? Он говорит, да как-то я теперь понял, что не чувствовал. А как же так было? Ты же говоришь, это естественно, нормально, что ты вроде бы ничего сейчас не получил. Но он говорит, ну, оно такое мое, такое мое естественное, что я действительно ничего не получил. Просто я, говорит, понял, что я в таком состоянии не был уже столько времени. Вот оно в чем дело. Вот оно в чем дело. И вот эта вот драгоценность, нормальность. Когда мы в нормальном состоянии, мы его не замечаем. Потому что оно что-то обслуживает. Например, когда мы решаем какую-то задачу, вот эта норма, так сказать, внутренняя, там нет страхов, там нет каких-то стандартов, там нет шаблонов. Ну, естественно, такое вот родниковая вода, чистая, непомутненная, ненапуганная, невозмущенная. Ну, вот такое нормальное, ну, как это объяснить? Ну, такое, какое должно быть. Наверное, у детей часто бывает нормальное такое естественное состояние. А потом в процессе возраста, ну, когда гормоны начинают, а потом начинается ответственность, может быть, оно где-то деформируется, вот тогда начинается. А может, сразу и в детстве ребенка чаще наказывают, в угол ставят или поколачивают иногда там родители такие, которые вечно сами такие, в ненормальном состоянии находятся. Я что хочу сказать. Вот эта норма, норма, она настолько драгоценная, настолько она естественная, что поэтому и незамечаемая, поэтому она человеком и неоцениваемая, пока не будет сравнения. И вот когда я его попросил, Николай, ты вспомни, когда у тебя было, он затруднился сразу вспомнить. И сразу вспомнил, что вот столько-то времени у него не было. Значит, мозг столько времени не отдыхал, не находился в состоянии естественного функционирования, а был все время задействован, озабочен, напряжен. Он, может быть, ну, по разным причинам, может быть, это у него происходило. А тут он вдруг мне говорит, теперь я понял, на чем йога основана и на чем цигун основана. То есть он же там опыты имел, и кусочками где-то это он чувствовал интуитивно. А тут вдруг он понял. Я говорю, я сначала ушам своим не поверил, потому что я подумал, вдруг он о чем-то другом имеет в виду. Я говорю, а когда ты понял? Он говорит, сейчас и понял. Я боялся, что он скажет, я год назад понял. Он говорит, да нет, именно сейчас понял. Когда я эти упражнения сделал, сел, я понял, и у меня как-то все систематизировалось. Ну, обычно мне люди говорят, пазлы сложились. У меня, говорит, все систематизировалось, и я понял, что оно, это наше естественное состояние, а мы, говорит, всегда пытаемся его где-то найти, где-то понять, с каким-то трудом к нему прийти. Но в том-то все и дело. А я-то принцип ключа ему дал, что подбирай те действия, подбирай, которые тебе комфортны. Не через усилия воли, а через творческий подход. То есть перебирай варианты. Одно действие, второе действие, третье упражнение. Перебирай там по полминутки. Да, и то, что тебе подходит, бери то, что получается. То, что не получается, отбрасывай. Это же такая школа. Раньше нам говорили, если не получается, повторяй, пока не получится. А тут ты делаешь только то, что получается, и ищешь то, что получается. И у тебя получается, что снимается лишнее напряжение, и начинает получаться и то, что раньше не получалось. Да, он так сидел, какой-то улыбчивый стал, такой нормальный, ну, какой-то естественный. Да, я говорю, вот, Николай, видишь, а теперь вспомни какую-нибудь неприятность. И он так задумался, и говорит, напряжение растет. Ну, вспомни, вспомни. Да, ну, и у него щека так начала дергаться. Я говорю, вот, видишь, Коля, ты стал думать о чем-то неприятном, и в ответ у тебя вот повторяемые движения, щеки. А ты вот стоял, лыжник одел, и шалтай-болтай, тоже повторяемые движения, которые снимают напряжение. Повторяемые движения, ну, и начал ему объяснять, он говорит, я уже это понимаю. Да, я говорю, вот ты теперь можешь время от времени, ну, хотя бы недельку, полторы в удобное время, когда тебе никуда бежать не надо, спешить не надо, когда у тебя есть 10-15 минут времени, поделай эти упражнения, чтобы опять почувствовал эту нормальность. И у тебя выработается опыт, навык, умение, способность находить это состояние в любой обстановке, в любое время, ну, прямо как бы из воздуха. Да. И ты, если захочешь потом йогой заниматься, ты заметишь, что йога уже пойдет более органично, и цигун пойдет более, и твое карате пойдет лучше, и песни будешь писать свои. Он говорит, я не песню, я музыку пишу. Ну, я говорю, я понимаю, что ты так сказал. Ну, попробуй, может, и песня получится. Ну, хорошо. Так вот, друзья, ребятушки, что я хотел вам сказать. Знаете, самое ценное, вот мы носим в себе, это именно то нормальное состояние, которое мы и не оцениваем. А когда мы пытаемся к этому прийти какими-то путями, какими-то искусственностями, тот тренер, тот гуру, тот мастер, который нам объяснит это, что это такое, чтобы мы это искали. Вот я, смотрите, на примерах объясняю. На примерах объясняю о мутной воде, о немутной воде, о естественности, о сравнениях. Когда он вспомнил, сразу не мог вспомнить, да. Ну, вот это все, вот это и есть объяснение. И кто-то хорошо объясняет, а я хорошо объясняю, потому что у меня опыт объяснительный большой, потому что у меня практической работы очень много, кроме теоретической. И поэтому я ему быстро это объяснял, и он мне подтвердил, что да, действительно. И он говорит, теперь я понял. А в принципе, столько лет он искал, иначе бы ко мне не попал. Вот какие дела происходят интересные. А то мы все думаем, там какое-то загадочное состояние, и никам не можем прийти к себе самому, к самому, к своему естеству прийти. Потому что мы все время ждем чего-то необычного. А оно оказывается внутри нас, когда мы находимся в душевном равновесии. Это состояние свободного сознания. Когда нет страха, нет шаблонов, нет комплексов, и ничто над нами не давлеет. Когда мы не в прессе находимся, не между молотом и наковальней. Когда у нас есть время, тогда у нас нет суеты, такое приятное состояние. Иногда бывает, когда мы погружаемся в сон и только что проснулись, вот это состояние между сном и бодрствованием похоже на это. До встречи, друзья.